Доброе утро! Вот когда вы поняли, что ваша сила, она больше, чем у простых людей обыкновенно? Ну, наверное, когда начали заниматься, ну вот, я начал заниматься в цирковой студии, и как бы там уже, видимо, начал развивать себя. А это талант? Это талант или это искусственно приобретенный навык? Ну, у кого-то и как и талант, у кого-то искусственно как бы приобретается. То есть берут и разрывают они, значит, эти толстенные, ну вот талантливо так. Ну нет, как бы занимаются, это все тренировки, все. А давайте шокируем сейчас наших телезрителей, да сразу, сразу каким-нибудь мощным ударом по сознанию посредством физических упражнений. Ну давайте, можно будет сделать. Железный болт у нас. Подождите, подождите, подождите. Давайте покажем нашим зрителям, что это. Что это в руках? Это что? Это болт, анкерный болт. Стягивают бревна. А вот то есть то, которое сдерживает, да, все вот эти вот строительные наши телезрители. Да, домашние. Струец. Так, и что вы хотите с ним сделать? Сломать? Ломайте. Это вот так вот просто, вот так просто раз и ломается болт. Сознание мое сломалось, по-моему, сейчас. Можно я посмотрю? Саша Тарасов, тебе сложно это? Нет, подожди, им в одной руке заниматься, в принципе, можно при желании. Да, мне это будет очень сложно. Слушайте, вот у нас есть канадский силач, который попал в книгу рекордов Гиннеса после того, как смог толкнуть 433-тонный поезд на 19, ну, почти на 20 метров вперед. Мог съесть 10 стейков за один присест. Вы чем питаетесь? Картошка, свекла, только натуральные продукты. А вот сейчас в свете санкций, да, стейки, да, не нужны. Ну, то есть сами огородик вскопали, сами собрали, сами поели. Исключительно, все сами делали, обращивали. Вот, видишь, вот, физические нагрузки даже на огороде. Владимир, а есть какой-нибудь супергерой, которого бы вы хотели соответствовать, которому садитесь, там, Халк, например? Нет, ни в коем случае только Илья Муромец. Илья Муромец. Ну, только российские богатыри. Российские богатыри. Ну, я и сковороду вижу, вот о еде заговорили. А сколько вы тренируетесь для того, чтобы форму надо поддерживать физическую? Это же не просто тренажер, то есть вы не просто берете, не просто поднимаете там гантели гель. Это какая-то особая группа мышц, наверное, какая работает, нет? Ну, занимаемся уже примерно, наверное, я занимаюсь цирком, как бы, всем вот этим занимаюсь. Пятнадцать лет. Молодец. Это семь-семь с половиной, поменьше. Шесть с половиной лет. Давайте какой-нибудь трюк тоже еще можно строить. Вот мне, да, интересно, это боль, боль сейчас домохозяек будет мне газом. Это я у жены взял сковородку. А, так, да? Милая, не нужно много времени тратить на кухню. Так, я, насколько понимаю, каждый день развлекаетесь, сковородки уходят и дома жарить не на чем. Все вареное только, понимаешь? Александр считает, что жареное – это зло. Можно пареное, почему только вареное? Вот, вот. Милен, а это тебе сковородка, если получится, а это сразу трубочки делать. Заливаешь туда, вот, и сразу вафельки делаешь. А есть трюки, за которые вы никогда не возьметесь? Есть. А что это? Я бы не прыгнул в раскаленную лаву. А, то есть жаркое вот это вот, горячее, но… Остальные все трюки под властом. То есть все трюки, которые существуют в мире, они… Ну, их можно даже, все, тренировка, ну, более, ну, от 15 и больше трюков. Ну, так вот, то есть это вот все… Так, 15 трюков, а что там, вот сколько отрабатывается один трюк? Это долгий процесс. Вы вдруг думаете, что я хочу, там, ну, не знаю, там, зубами перекусывать гвозди. Ну, это гипотетически возможно, и тут начинается поиск, гвоздя, поход к стоматологу. Сколько примерно один трюк отрабатывается? Ну, длительное время. Это сколько? Месяцы, годы? Ну, какие-то годы, какие-то месяцы. Это все, к каждому трюку свой подход должен быть. Параллельно, я думаю, да, сразу несколькими заниматься надо и уже… Среднему полгода. На разные группы мышц работа. А какой вот инвентарь у вас есть всегда, условно, с собой? Вот такая базовая штука, с которой вы не расстаетесь никогда, и с которой начинается тренировка, которая, может, заканчивается? Парагантель в рюкзаке. Гири. Гири? В багажнике машины всегда лежат. То есть, пудовые гири, полупудовые, пудовые гири. И имя, практически, с утра встаете, оп, тынь-тынь-тынь-тынь. Ну, иногда с утра, иногда, периодически, на дню беремся за них. Ясно. Хорошо, это мышцы. А вот для спортсменов, для них очень важна дыхалка, да, так называемая. Я вижу у нас... Вижу грелку. Грелку. Я боюсь, что это вот, да, это как шариком мы сейчас, да? Да, обычная трехлитровая грелка. Обычная. Обычная трехлитровая грелка. Да, вот сегодня мы буквально с утра заехали, купили в круглосуточной аптеке. Ну, давайте, и что вы сидели? Это вместо воздушных шаров, да, вы периодически? Да, вместо воздушных шаров. Надувайте. С девушкой на свидание, надув. Хорошо. Подарил. Так. Вот. Ёлки-палки. Боже мой. Вот, Милена, Милен, я просто тебя хочу приготовить, поскольку мне в жизни довелось уже увидеть однажды этот процесс. Просто, да, сейчас будет небольшая декомпрессия, маленький небольшой взрыв, ты просто приготовься. Маленький. Мамочка. Все очень. Милен, это тебе. Спасибо. Это тебе грелка, чтобы ты знала, что... Я думаю, это все мне. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли к нам в гости, спасибо за то, что вы продемонстрировали чудеса, по-моему, человеческого организма и возможностей человека. Напомню, что у нас в гостях был шоу дуэт силачей Drive Force, Александр Воронкин и Владимир Михеев. Дальше мы перейдем к кино, хотя, по-моему, сейчас... Да, по-моему, было очень хорошее кино. Эффекты были «Мама, не горюй», но в любом случае дальше то, что вышло на DVD.